Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать. Школьники Фокина приняли участие в экологической акции «Кормушка». С полезной инициативой выступили воспитанники Дома детского творчества, посещающие краеведческий кружок «Аскольд». Своими руками они смастерили более 20 кормушек и развесили их в городском парке и на улицах города. Смотрите наш сюжет. Делай раз, делай два, делай три. В умелых руках педагога Дома детского творчества Раисы Петровичевой пластиковая пятилитровая бутылка буквально за 10 минут превращается в кормушку для птиц. Процесс очевидно несложный. И все же в работе следует соблюдать ряд правил, чтобы кормушка получилась функциональной. Для того, чтобы в этих местах не порезали лапки и вообще перья птицы себя не порезали и вот здесь не порезались, мы вот это сейчас все обклеим скотчем. Вот здесь нужно обязательно сделать внизу несколько дырочек. Вслед за учителем ребята из кружка «Аскольд» повторяют несложную операцию. Пусть не сразу, но они все же добиваются нужного результата. За короткое время на столах появляются несколько оригинальных, прозрачных, а главное удобных и безопасных для птиц кормушек. Теперь изготовленные своими руками птичьи столовые остаются только закрепить на деревьях и насыпать в них корм. С начала экологической акции «Поможем пернатым друзьям» стартовавшие в конце декабря кружковцы уже развесили в городском парке и во дворах около двух десятков кормушек. Кроме того, ребята узнали много нового о жизни приморских пернатых, познакомились с видами зимующих на нашей территории птиц, местами их обитания, изучили меню и вкусовые привычки звонких лесных обитателей. Есть птицы перелетные, зимующие. Перелетные улетают на юг. Зимующие – это оседлые, кочующие. У нас в городе есть сорока, воробей, синица, голубь, ворона. Сорока, ворона. В лесу – это дятел, снегирь, пополознь. Я принес с собой еду для птиц, которую они очень любят. Это геркулес, ячка, пшено и перловка. Эти крупы мы насыпаем в кормушки, чтобы птицы ели зимой. Еду искать очень сложно зимой. Нет никаких букашек и червяков. Мы провели эту акцию, чтобы помочь нашим птицам, которым очень трудно выжить, жить в суровые наши зимы. И мы им сделали кормушки, и они там могут поесть. Ребята хорошо понимают, что в тяжелое зимнее время птицам приходится нелегко, и без помощи человека им трудно выжить. Школьники чувствуют личную ответственность за братьев своих меньших. Полезное начинание детей с готовностью поддерживают родители. Взрослые, уверенные, добрые дела помогут их ребенку вырасти отзывчивым и ответственным человеком. Большое спасибо, Петрович Раисе Федоровне, что вообще есть такой кружок аскольда. Ребенку очень здесь нравится. По поводу наших птиц, которые здесь зимуют. Мы сами наблюдаем за этим, потому что кормушка висит под нашим окном. И мы каждый день наблюдаем, как птицы прилетают, кушают. Вот Анечка подсыпает корм. И мне очень приятно, что наши детки помогают выжить нашим птицам в суровые наши зимы. Это очень сделать просто. И детям самое главное, мы должны подавать пример, чтобы они учились любить природу и быть добрыми. И заботиться не только о себе, о своей еде, но и о красоте. Потому что если не будет птиц, то мир будет глухой, он будет мертвый. И птицы нам дают радость жизни, которая, в общем-то, нам так нужна. Ребята из краеведческого кружка аскольд, которому в этом году исполняется 5 лет, активно участвуют в различных экологических программах, фестивалях, акциях. Школьники стремятся узнать как можно больше нового и интересного о родном крае, об обитателях и растениях Приморской тайги, морских глубин, занимаются вопросами охраны природы, экологической безопасности. Юные краеведы по мере сил стараются сберечь, сохранить природные богатства Приморского края на благо людей нынешнего и будущего поколений.